ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ В РАЗНЫЕ МЕСТА НАШЕЙ СТРАНЫ ВОЛШЕБНЫЙ ГЛОБУС Мда, это я! Я, я, я так придумала! Меня ждут просторы России Самой большой на свете страны Края необъятные, с небом синим И реки такой вот ширины Люблю путешествовать, в море купаться Вкусно поесть и в озера нырять Ходить по музеям и в горы взбираться В общем, люблю я отдыхать КАНИКУЛЫ ЛЯГУШКИ-ПУТЕШЕСТВЕНИЦЫ Сто восемьдесят пять, сто восемьдесят семь Ой, опять сбилась Лягушка, ты математикой занимаешься? Я, Глобус, считаю народы, которые в России живут Их почти двести И у каждого народа свои традиции и обычаи Русские, татары, дагестанцы, удмурты Удмурты? Ни КВАКВАКДА не слышала? Ну что ж, лягушка Отправляйся в путешествие В Удмуртию А задание тебе Найти исчезнувшие деревни А если они исчезли, как же их искать? Вот и узнаешь КРУЧУ, ВЕРЧУ На КАНИКУЛЫ лечу Ого Сколько тут мотоциклов? Лягушка, а ты, оказывается, поклонница железных коней? Да, лошадок я люблю. Я не про тех лошадей, лягушка. Я про мотоциклы. Их железными конями называют. Здесь, в мото-музее города Ижевска, их целый табун. В общем, очень много. И на них можно посидеть и сфотографироваться. На мотоцикле написано «Иш». А что за «Иш» такой? Это марка мотоциклов, которые делали тут, в Ижевске. Они были известны на всю страну. Дрын-ды-дын! Я в Ижевске! Это столица Удмуртской республики. Лягушка, тебя приветствует край трудолюбивых и добрых людей. Здесь много крупных заводов. Они выпускают очень важную для страны продукцию. Компания «Газпром» здесь строит газовые сети. Чтоб жизнь была комфортной и в городах, и в деревнях. Но о красоте Удмуртии позаботилась сама природа. Какие здесь леса! Они укрывают зеленым покрывалом почти половину республики. Ой, какая красота! Хочется писать картины или музыку сочинять. Какое совпадение! Недалеко от Ижевска находится усадьба, где в детстве жил величайший русский композитор Петр Ильич Чайковский. Там теперь чудесный музей. Петр Ильич Чайковский! Я знаю, он написал музыку для балета «Щелкучи» и для «Лебединого озера». И еще много опер и симфоний. Ой, прекрасная музыка! Небесная, космическая! А вот космический памятник. Какой же он космический, если это памятник собачке? Это звездочка. Собачка, которую запускали в космос прямо перед полетом Юрия Гагарина. Да, людям помогали осваивать космос не только всем известные Белка и Стрелка. Вот и звездочка тоже. Хвостатый космонавт. А почему памятник именно в Ижевске? Возвращаясь из космоса, она приземлилась здесь неподалеку. Там девушки в национальных удмуртских костюмах раздают какие-то приглашения. Так, ну-ка, приезжайте на экскурсию в деревню Сеп. Интересно. Еду. Ой, да чего тут милые домики? Тут старинная вышивка на стенах, глиняные горшки, самовары. Ой, всякая деревенская утварь. О, там телеги, сани, сеновал. Где я? Здесь было семь деревень. Потом они исчезли. Народ оттуда уехал. Но нашлись люди, которые решили сохранить быт и культуру удмуртских деревень для следующих поколений. Так появился один из самых необычных музеев в России. Музей исчезнувших деревень. Ммм, чем так вкусно пахнет? Удмуртскими перепечьями. Ватрушки прямо из печки. Тебе, глобус, с грибами и мясом. Ой, спасибо, лягушка. Как путешествие? Очень понравилось. Музей исчезнувших деревень. Он как сказка. Немного грустная, но поучительная. О том, что мы должны беречь свою родину. Всякое деревце, каждую деревню. Лягушка, ты будто повзрослела за это путешествие. Меня ждут просторы России. Самый большой на свете страны. Края необъятные, с небом синим и реки такой вот ширины. Люблю путешествовать, в море купаться. Вкусно поесть и в озера нырять. Ходить по музеям и в горы взбираться. В общем, люблю я отдыхать.